Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Будем читать второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вы представляете, что здесь написано? Что мы преображаемся, те, которые приняли Христа, те, которые идут с Ним по жизни, мы преображаемся и становимся похожими на Него. И не просто, но даже в тот образ преображаемся и от славы в славу. То есть сначала, может быть, потихонечку, потом больше, больше, ближе, ближе мы становимся похожими на Него. Разве это не великая цель? Разве это не то, что мы хотим в нашей жизни быть похожими на Него? К филиппийцам во 2 главе, 5 стихом апостол Павел говорит, чтобы мы имели такие же чувствования, какие во Христе Иисусе. Возможно чувствовать, как Он, возможно думать, как Он, возможно наполняться той же любовью. Представьте себе, какой любовью Он был наполнен, когда Он шел на крест, когда Он отдал всю свою жизнь за людей, за грешных, которые Его не признают, чтобы они могли прийти и найти в Нем спасение. Сердце наполнено любовью. И у нас может быть та же самая любовь. Мы можем преображаться от славы к славу. Очень важно, чтобы первый шаг к Богу был сделан очень верно. Здесь сказано, что вот не было покрывала на лице, не было ничто, чтобы заслоняло его. Иногда есть такие вещи, которые заслоняют нас его. Один человек рассказывает, вот он как-то вложил себе в голову, или вложили ему, что не мог Иисус вот так вот страдать, принять на себя вот такие вот страдания. Ну как Сын Божий может принять? Он вложил себе это в голову и не представлял, что это возможно, и никак не мог поверить. Но однажды, когда он был ночью, думал обо всем, то Дух Божий вот так коснулся и говорит, вставай на колени, проси Бога. Он отклонял, бился, как-то не хотел, но наконец он не смог противостоять Духу. И в этот момент он так молился и передал всю свою жизнь. Что-то произошло сильное. В нем он решился на всю жизнь служить Богу. Другой человек, мой близкий, близкий мой друг, он тогда еще сидел в тюрьме, сидел за преступление, но когда он когда-то подумал, Господи, если ты есть, то явись мне. Он был тогда уже шефом в тюрьме, люди боялись его взгляда, но перед Богом мы все одинаковые. И когда он так к Богу обратился, явись мне. Он явился ему ночью, он увидел его ночью. И в молитве, так сказать, он пал перед ним, так сказать, даже, может быть, и ничего особого не говорил, но это присутствие Божие, оно так его озаряло. Он увидел нечто больше всего, что он когда-либо в этой земле видел присутствие Божие. Он освободился с утра всех пороков, которые на тот момент были. Он даже перестал говорить, так сказать, слова неугодные Богу. Он стал другим человеком. Люди заметили, что с ним. Он не больше ни наркотика, ничего ему не надо было. Он стал другим человеком. Но теперь, когда человек стал верующим, важно, чтобы он дальше преображался в его образ. От славы в славы. Это будет продолжаться до последнего нашего дыхания. И чем старше мы будем, и чем больше мы будем любить нашего Бога, тем более будем похожими на Него. Это так возможно. Я когда-то написал об этом стихотворении, взирая на славу Господнюю. И мне хочется его сейчас прочитать. Взирая на славу Господнюю, на образ Иисуса Христа, мы силу вбираем сегодня в открытые наши сердца. Нас слава Христа озаряет, снимает с нас тяжесть и гнет. Христос в нас свой образ влагает и мир свой небесный дает. Смотритесь в прекрасные очи, читайтесь в священный завет. Он даст нам за теменью ночи в сердца ваши чудный рассвет. Учитесь смирению, терпению, вбирайте всю кротость в себя. Ищите его вдохновение от славного к славе идя. Он также брал силу у Бога, союз с ним единый хранил. И всюду по пыльным дорогам он Бога в сознании носил. Смотритесь в его образ вечный, приблизьтесь к истоку любви. Оставьте свой бег быстротечный, коснитесь Христовой крови. И вновь ослабевшие крылья поднимут вас ввысь к небесам. И небо предстанет открытым. Христос вам вдруг явится сам. Его красота все заполнит. И тело, и душу, и дух, что он обещал, то исполнит. И весь вновь услышит ваш слух. Ты мой, я в тебе, я с тобою. Не бойся, вперед лишь иди. Заблудших ищи, и за мною ты слабых по жизни веди. Однажды в небесной отчизне увидят всю славу Творца. Все те, кто стремились всей жизни его понимать до конца. Взирайте на славу Господню, на образ Иисуса Христа. И силу вбирайте сегодня в открытые ваши сердца. Да, я это всем желаю, себе желаю. Я знаю, что до последнего дыхания буду стараться быть похожим на него. Да, но для этого я должен смотреть, вникать, какой он был. Направлять свои мысли к нему. О Господи, помоги каждому, кто сейчас это слушает. Дать вот это желание, чтобы захотеть стать таким, как ты. Господи, иметь твои чувствования, чтобы преображаться в тот же образ от славы к славе. Господи, благослови и помоги. Мы любим тебя, да будет имя твое прославлено. Аминь.